привет либертарианцы я назывался ребята ребята все называют надо же как-то отличаться минорхисты привет либертарианцы минорхисты обзор еды из ларьков разных всяких лайков которые были три ларька почему-то второй закрылся до первого что мне лень идти третий был закрыт новый год может быть потом еще откроется в них примерно одно и то же продается но иногда и отличается так что интересного здесь лимоны не знаю что за сорт такие продаются в ленте по-моему узбекистан одну штуку продают за 40 рублей то есть получается если 100 грамм взять лимон то 400 рублей килограмм дорого потому что зимой лимоны 100 150 рублей стоят обычные а это какой-то сорт считается хороший но они действительно неплохие более менее кислые и кожура у них такая гладенькая ну по виду они симпатичные хотя они любитель лимонов особых но вот эти были 130 рублей килограмм просто для интереса я купил вот такие прикольные ну иногда можно съесть лимонов так яблоки россия ну наверно россия фиг знает а накладных никаких нету наверняка россия их рыхлая ну плане плотная такой внутри но нормально сладкая почему я его купил потому что она мега дешевая для зимы 39 рублей я уже показывал не буду долго их показывать но надо выбирать там очень много битых мятых и обычные в общем яблоки конечно не супер по вкусу так что за херня думал же гнить что ли начала манга я тут веселых это 300 400 грамм то есть три штуки это килограмм 200 если по 30 рублей то 90 рублей получаются больше килограмма это хорошо ну это отлично даже считаю потому что манга 200 до 300 рублей килограмм как я понимаю стоит тем более сейчас зима так вообще дефектов не вижу косточка огромная в манга это конечно неудобно половина в мусорку уходит а так зашибись фрукт к здесь у него пипирка какая-то смешная или это может нос такой здесь два глаза сделать так я не вижу особых дефектов немного помятый в этом этот больше кстати чем этот то есть если по штукам продают берите конечно больше вес у этого я тоже не вижу дефектов как я понял для спелости она не обязательно должно быть красная зеленая она тоже спелая но главное что внутри она желтая такое было и сильно мягкая но тоже не должно быть твердые мягкая не должно быть твердые но сырое несозрелая мягкая но уже все херово и перезрелая или сгнившая тут вроде все нормально я не вижу дефектов так когда потемнение но гнили за гнили я не чувствую отличный отличный вид ну не уж не прям идеальная должна быть это пятна так ну в общем то все еще было китайская капуста 59 рублей килограмм всяких сетях по моему она намного дороже 100 150 рублей ну и огурцы там еще продают в огромных таких банках железных маринованные соленые сто двадцать девять рублей килограмм если в банках сейчас самый дешевый продают 700 грамм но там огурцов 300 грамм ну самих огурцов помимо воды то есть получается если самая дешевая 70 рублей огурцы ну даже там сейчас уже дороже 90 рублей можно даже посчитать что совсем херово из 60 70 рублей то есть если взять 100 рублей 300 грамм то получается 300 рублей тут все таки из большой банки это будет поприкольней купить за 129 но это я отдельно потом покажу так ну все так успел их манго кожуру оказывается можно вот так вот прям сдирать как у апельсина то есть вы можете вот так потянуть и она просто отстанет и срезать а даже можно потянуть они все отлично что меня напугали эти пятна отлично здесь нет повреждения структуры прикольный фрукт ну вообще много чего прикольного есть на свете но все это не для нищих людей все россияне и почти что все те которые работают трудятся все нищие умирают в нищете поэтому надо срочно революцию делать так ну все и рассказал надо зашибись да если без короче в пятерке вот эту фигню покупал бы это 29 рублей одна штука посчитайте сколько там 87 получается килограмм 200 здесь зашибись и это не гниль нормально ну а лимон и это просто перекрестки так сейчас я еще сниму ролик про бухло алкоголь и потом еще чем сниму пока анархисты